Общие сведения о языке, функции языка. Сегодня мы с вами поговорим об основных и частных функциях языка, его роли в обществе, о связи языка и процессах мышления. Научимся определять функции языка, различать понятия язык и речь. Речевая культура является показателем общей культуры человека, уровня его образованности. Известные языковеды, писатели посвятили этой теме много высказываний. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что язык не только лучший показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, точный выбор слов в речи формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех областях человеческой деятельности. По словам Михаила Михайловича Бухтина, язык, слово – это почти всё в человеческой жизни. Поставьте видео на паузу. Прочитайте текст упражнения 4.1 на странице 20. Составьте тезисный план текста. Ответьте на вопросы. Что же такое речь? В чём заключается различие между языком и речью? Проверьте себя. В тезисном плане можно выделить три части. Первая. Язык, стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система членораздельных звуковых знаков, которая служит для цели коммуникации и способна выразить всю совокупность знаний и представлений человека о мире. Вторая. Язык связан с мышлением и служит орудием формирования мысли и сознания. Третья. Различают две формы существования языка. Язык как система и речь как реализация этой системы. Что же такое речь? Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми средствами, а с другой стороны – восприятие языковых конструкций и их понимания. Таким образом, речь представляет собой психолингвистический процесс в форму существования человеческого языка. В чём заключается различие между языком и речью? Язык, орудие, средство общения. Это система знаков, средств и правил говорения. Это явление постоянное для данного периода времени. Речь же проявление и функционирование языка. Сам процесс общения. Это явление переменное в зависимости от говорящего лица. Язык присущ любому человеку, а речь – конкретному человеку. Поставьте видео на паузу. Выполните упражнение 4-2. Проверьте свой ответ. ОПОРНЫЕ СЛОВА ОРУДИЕ ОБЩЕНИЯ СРЕДСТВО ОБМЕННО ИНФОРМАЦИЙ ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ МЫСЛЕЙ СООТВЕТСТВИЕ СТРОЮ МЫСЛЕНИЯ СЛОВО – ПОНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СУЖДЕНИЯ ОРУДИЕ ОПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ ДЕСТВИТЕЛЬНОСТИ ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ ЭТО ТЕКСТ НАУЧНОГО СТИЛЯ АРГУМЕНТИРУЕМ СВОЙ ОТВЕТ В ТЕКСТЕ МНОГО НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЯЗЫКОВЫХ КЛИШЕ Отсутствует экспрессивная эмоциональная лексика Преобладают существительные и прилагательные Изложение логичное и тезисное В ТЕКСТЕ преобладают сложенные конструкции Сложно-подчиненные предложения И бессоюзные сложные предложения Уточняющие конструкции Давайте рассмотрим основные функции языка Лингвисты говорят о сложности строения языка Которая в значительной степени Обусловлена его функциями Прежде всего, эта функция коммуникативная Язык есть средство общения Средство передачи информации От одного человека к другому От одной группы людей к другой От одного поколения к другому Столь же важна и другая функция языка Мыслительная Человеческое мышление в основной, типовой своей форме Связано с языком Опирается на язык Язык нужен не только для выражения мысли Но и для ее формирования С мыслительной функцией Теснейшим образом связана третья Познавательная Ее еще называют аккумулятивной То есть накопительной Человек познает мир вместе с языком И в значительной степени через язык Соответственно, язык служит Не только для передачи информации Но и для ее хранения В нем, в его единицах В созданных на нем текстах Материализуются накопленные народом Знания и опыт Какова структура речевого акта Какие частные функции языка Выявляются с учетом структуры речевого акта Разобраться в этом нам поможет упражнение 4.8 Поставьте видео на паузу И выполните предложенные задания Проверьте свой ответ Структуру речевого акта Можно представить в виде схемы Автор Говорящий Пишущий Адресат Контакт между собеседниками Само сообщение Кроме основных Выделяют частные функции языка Познавая мир Человек дает имена окружающим предметам Качеством, отношением, процессом Это проявление номинативной Назывной функции языка Следующая функция Регулятивная Воздействие на адресата Побуждение к действию Запрет делать что-либо Контакт устанавливающая Начало разговора Привлечение внимания собеседника В процессе общения Выход из разговора Этническая Реализация элементов национального самосознания В ходе общения Эстетическое Воздействие формы и содержания сообщаемого На эстетические чувства адресата Магическое Обращение к заклинаниям, клятвам С целью оказания влияния на адресата Кроме названных Выделяют функции эмотивную Экспрессивную Состоящую в выражении внутреннего Эмоционального состояния человека Эфотическую Направленную на контакт Поддержание определенных связей В тех микроколлективах В которые входит человек Родственники, друзья, коллеги, соседи, знакомые Эти функции не только тесно связаны Переплетены друг с другом Но и используют Одни и те же единицы языка Поставьте видео на паузу И выполните упражнение 4.6 на странице 24 Ответьте на вопрос Какие основные функции языка реализуются в данном тексте? Проверьте себя В тексте реализуются все три функции языка Коммуникативная функция В тексте содержится информация о том, как Солнце передает свою энергию Мыслительная функция Информация стимулирует читателя к мыслительным операциям Познавательная функция Происходит формирование понятия о том, как вырабатывается Солнечная энергия А теперь рассмотрим связь языка с мышлением Вспомните, что такое мышление Какие виды мышления вам известны? Мышление – это высший познавательный процесс Высшая ступень человеческого познания Различают следующие виды мышления Нестандартное – это способность находить новые подходы и необычные решения в любых ситуациях Критическое – это такой тип мышления о любом предмете, содержании или проблеме, в котором думающий улучшает качество его мышления при помощи умелого использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих мышлению Позитивное – это ваше психическое отношение к жизни, самому себе, происходящим событиям и событиям, которые только должны произойти Это ваши хорошие мысли, слова и образы, являющиеся источником личностного роста и успеха в жизни Поставьте видео на паузу и выполните упражнение 5.1 Прочитайте текст и составьте его план Ответьте на вопросы, предложенные в учебном пособии Проверьте себя План текста может выглядеть так Отличие слов человеческого языка от сигнальных средств и животных Мыслить – значит узнавать что-то новое Человек мыслит при помощи внутренней речи При мышлении человек пользуется значениями слов и образами Язык – основное орудие мышления Еще древние ученые были убеждены, что между человеческим языком и обществом существует связь Убедиться в этом нам поможет упражнение 5.4 на странице 28 Поставьте видео на паузу Прочитайте текст Составьте его конспект Расскажите о связи языка и общества Проверьте себя Действительно, между человеческим языком и обществом существует связь Из всех живых существ только человек одарен речью И Аристотель, и его последователи ясно понимали Что язык присущ не просто индивиду, а общественному человеку Ведь основное предназначение языка – служить средством общения между людьми Мы четко понимаем, что всякое человеческое общество неоднородно по своему составу Оно делится на слои или классы, дробится на более мелкие группы Внутри которых люди объединены какими-либо признаками Например, по возрасту, профессии, уровню образования Это социальное расслоение языка Поскольку язык существует только в обществе, он не может не зависеть от общества Процесс развития общества стимулирует развитие языка Ускоряет или тормозит темпы языковых изменений В качестве собственно социальных факторов, влияющих на развитие языка Обычно рассматривают такие Изменение округа носителей литературного языка Распространение просвещения Развитие науки Перемещение народных масс Создание новой государственности Изменение форм законодательства и делопроизводства Общество сознательно воздействует на язык Такое воздействие носит название языковой политики Примером может служить усовершенствование существующих алфавитов и письменностей Проводимые реформы русской орфографии Есть и другие пути воздействия общества на язык Разработка специальных терминологий для различных областей знаний Нормирование нововведений в лексике Пропаганда лингвистических знаний в печати и по радио Итак, сегодня вы узнали об основных и частных функциях языка Его роли в обществе О связи языка и процессах мышления Сегодня вы научились различать понятия язык и речь Определять функции языка Для более успешного изучения темы обратитесь к материалам учебного пособия Изучите параграфы 4 и 5 Выполните упражнения 4-7 Проверить свои знания по изученной теме Можно с помощью теста Общие сведения о языке Функции языка